Ирина Хитрик, тот Федик вызвал несколько светов все-таки, хотя и страшно очень говорить, потому что с одной стороны вот эти произнесенные кости слова отца все это время сняты, крыть и выставки звучат в ушах, которые тут сейчас цитировались, они о тишине человека, чувства любви, они все время не идутся просто из ума, все это время. Я с ними уезжала, из Москвы уехала, была далеко, новая застала у меня там, далеко от Москвы, и там я была с художниками, которые скорбели вместе с нами, это на Украине, в городе Путинки, в городе Сумы я была, и там художники, близкие к Потоху, Владимир Позеевич, вы через скорбели тоже вместе со мной. И я вот сегодня только приехала, а с другой стороны, почему-то трудно так говорить, потому что, потому что вот наступила для моего поколения, поколение Костя, Тёма, наступила вот другая какая-то пора, вот такая полоса наступила, закрушительных потерь, скрушающих просто потерь, вот, и превращающих нас резко из детей, потому что все вы это знаете, каждый человек, потому что, я называю Микотевичем, но кажется, что мы еще дети, потому что, прежде всего, когда я попала в этот дом, благодаря актеру, познакомилась с Костей, жалко, что Костя-то вышла, ну ладно, может быть, загладывая, даже легче, да, познакомилась с ними, вот это уникальное, совершенно чудо, слово семья, когда мы, вот дети и старших, и самых старших, мы, это вот в роли, знаете, такое вот ощущение, ну а дети пусть пойдут потанцуются, понимаете, то есть, когда сидят за огромным столом, сидят бабушки, как такие, просто императрицы, вот, а потом король с королевы, мама и папа такие, вот, и, и вот, и мы все рядом сидим, и в какой-то момент, вот, пойдите, потанцуйте, дети, и 20-30-летние дети, совершенно послушно, и тут же встают, и начинают танцевать, и радость, и праздник, он настолько, понимаете, такой, какой должен быть, какой был всегда, какой был в их юности, в их детстве, как они напомнили, вот, какие взаимоотношения, отношения, что молодежь веселится, а старшим хорошо, хорошо тоже рядом с ними, и все вроде бы на равных, но при этом и радия немыслимая, вот, вот, такого авторитета и почтения, а при этом все на равных, такая любовь, и такая дружба между, между этими людьми, и главным, вот, вот, красота, которая просто пронизывает все, красота людей, красота отношений, красота слов, и потом дружба с Артемом и с Кольси, она стала, ну, какая-то просто неотъемлемая часть жизни, мы стали из Азии, и Савеном, и мы все, вот, как, стали, как братья и сестры, как это получилось, никто не знает, поэтому Лазарь, это мне, вот, я так, совершенно полноценно ощущаю, что это мой дядя, вот, и, и дальше встречи были не так чистые, потому что жизнь менялась, вот, вот, знаете, каждая встреча, как, как такая вот, ну, скрижали записанная, как, вот, что сказал Лазарь Залевич, у меня вот отпечатано просто в памяти, ну, вот, до оттенка голоса, понимаете, до мимики, вот, что он произнес, так все, вот, как бы, и сбывается, вот, и сейчас я вот ощущаю и понимаю, как счастливы вот люди, которые сидят рядом со мной, потому что вот это ощущение на самом деле выполненности, выполненности чего-то, понимаете, потому что даже в такой ситуации, в трагедии можно чувствовать себя счастливыми, потому что болит, боль, вот это, боль, переплавляется, какое-то удивительное чувство, и то, что вот, сначала вспомнил Феликс, спасибо, дорогой Феликс, что нам удалось вот это, просто вот постоять рядом, когда была вот эта радость этой весной, когда Лазарь Залевич все, все сделал, как он хотел, понимаете, вот он весной, он мог это сделать, как вот он задумал, как он, придя на вечер поэзии кости, вот в нашем зале, там, в центре, в каминном зале, он увидел рельефы на этих стенах, и он это все воплотил, а мы просто порхали вокруг неимоверно счастливые, а еще было счастье увидеть мне, счастье как-то удивительно, странно было, я увидела Костю вот таким потрясающим сыном, его друзей тоже, такими удивительными, такими видителями, которые носили работы, которые сами бешили, потому что здоровье тоже его было не асти, какой он не мог присутствовать на развеске, а когда пришел, он был в восторге от развески, которую сделал Костя, от экспозиции Костиной, он просто был настолько в полноте тоже счастья и гордости сыном своим. Вот, а еще вот о каких-то таких мгновениях, которые на всю жизнь, это когда мы обсуждали ту выставку, тот вечер вот в клубе артеи, Лазарий Тадеевич вдруг почтил меня разговором, Карловский очень тоже, вот так просто вдруг, вдруг как-то объяснил мне вообще как-то мою жизнь, потому что я не успеваю затмутся, ничего понять не успеваю от меня, вот, а он прочитал стихи за столом, мы сидели за столом, в Святая Святых, в мастерской, и он прочитал стихи, и сегодня несправдно все читают стихи, и если оно получится у меня, я прочту чуть-чуть эти стихи, абсолютно все знают, просто эти стихи, которые прочел мне Владимир Тадеевич. Геннадий Шпанников. Друзей теряют только раз, и след теряют, не находят, а человек гостит у вас, прощается, и в ночь уходит, а если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он в площадь переходит, его немедленно вернем, поговорим, стол накроем, весь дом вверх, дном перевернем, и праздник для него устроим, а если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он в площадь переходит. А почему он прочитал? Сима, это тоже говорит о нас, это замечательно, что оправлически в каких-то качествах Владимир Тадеевича, наверное, это от того, что он такой художник гениальный, ну и человек эзотический, что... тогда чуть-чуть прочитал, как бы все высказал сразу. А еще, а еще сразу вспомнилась мне сегодня самый первый приход в мастерскую, когда это была такая честь, она была реально очень высокая честь, и ощущение было огромной чести, что вот ты попал к художнику, потому что, ну, я совсем молоденькая была, и Артем привел вот с Костей, они привели меня к Владимир Тадеевичу, и в мир его искусства. И там я обнаружила вот другу, что там в мастерской есть камин. И покажу, и Владимир Тадеевич, он даже камин есть в мастерской. И он сказал тогда, говорит, да, у меня и трава есть, давай соберемся, затопим камин, вы будете все читать стихи. Вот и все, знаете, вот цитата обрывается, а для меня это вот завещание Владимира Тадеевича. Спасибо. Спасибо вам большое. Замечательно, что вы с 7-го разы, ребята. Вот это, вы знаете, когда-то меня саму очень туда вместе, времена тоже занимала, когда приходят, и когда ты остаешься с раненым. Вот есть такие люди остаются после нас, после наших камин. Ну, хорошо.